всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь за то что вы пишете комментарии я их читаю каждый день причем бывает что по нескольку раз ну не всегда удается отвечать потому что просто недостаток времени извините уж но будем продолжать спасибо вам за то что поддерживайте канал материально это очень приятно ну и напоминаю о существовании плейлистов смотрите туда перед тем как попросить меня показать какую-нибудь пластинку скорее всего она уже есть она уже показана ну а я тем не менее реагирую на то что вы пишете реагирую на просьбы если пластинка который вы хотите увидеть у меня дома находится то я с большим удовольствием иду навстречу вот например стэнли кларк а 1976 год да если мне память не изменяет я рад что нашелся зритель слушатель меломан который напомнил меня а это классики стэнли кларка school days это если опять таки я не ошибаюсь 4 сольный альбом одного из крутейших бас-гитаристов а точнее контрабасистов наверное будет правильнее сказать современной музыки ну помимо всего прочего стэнли написал очень много музыки для художественных фильмов и сериалов но это дело двадцать пятое человек щедрый на творчество его попросили он написал ну заработал денег естественно ничего там плохого нет кроме хорошего стэнли кларк все помнят все помнят все знают группу return to forever чика корея главные пластинки которые записаны со стэнли кларком в качестве контрабасиста и бас-гитариста ну и конечно все все я подчеркиваю да абсолютно все знают великое бас-гитарное трио это не значит они играли вместе все это просто три имени которые больше всего на слуху когда начинают говорить о бас-гитаре это виктор вутон маркус миллер и стэнли кларк хотя я напомню вам о том что понятие лучший гитарист лучший бас-гитарист лучший барабанщик лучший вокалист извините за выражение это вообще чушь собачья потому что музыкантов прекрасных такое огромное количество консерватории каждый год выпускают столько высококлассных профессионалов которые могут играть практически все что угодно сейчас меня проклянут но зайдите в приличный какой-нибудь клуб приличный ресторан на приличный корпоратив какого-нибудь не буду называть имен я не я не люблю большие корпорации большие компании но туда заказывают музыкантов такого уровня что мама не горюй это говорит о том что музыкантов это не это не знает что музыканты халтурщики до халтурит и обо что играет это говорит о том что крутых исполнителей такое огромное количество что вы что это лучший бас-гитарист в мире это просто абсурд абсурд всегда найдется кто-то кто играет лучше всегда другое дело что композиторский дар конечно композиторским даром обладают не все далеко и большая часть исполнителей мне обладает ну что делать так композиторский дар это дар и он абы кому не дается и выжать его из себя невозможно можно написать тонны музыки тонны там тома песен 50 альбомов и ничего там интересного в общем не будет кроме голой техники таких групп достаточно на самом деле с голой техникой сами кларк не из этих он из других он из композиторов он из настоящих музыкантов из больших музыкантов которые совмещают себе и композиторский дар и исполнительское мастерство и фантазию и главная радость жизни радость музыки потому что если говорить о всех проектах где принимал участие стэнли кларк все они исполнены радостью исполнены светом исполнены такой бешеной жизнью не жаждой жизни а жизнью она он он ничего не жаждет он живет он уже живет в кайфе в этом в кайфе музыки что return to forever и ранний состав и reunion кстати я говорил об одном из reunion of return to forever и еще поговорю об одном еще об одном альбоме но сольные пластинки кларка они просто это апогей радости вот этой радости музыки тоже музыка это кайф это штука которая приходит к нам свыше не побоюсь этого слова ну да мне так кажется некоторые ее улавливают и транслируют через себя некоторые просто слушают получают удовольствие а некоторые не слышат даже ее несчастные люди в этом смысле ну просто не слышно проходит мимо них и ничего в них не задевает ну что касается school days раз два три 4 5 6 композиций и они все чудо как хороши такая рецензия короткая рецензия ну во первых для любителей бас гитаре да вот что касается техники что касается исполнительского мастерства здесь просто бьет через край здесь бьет через край но это не техника ради техники это фантастичишь фантастическая скорость игры на бас-гитаре потрясающее звукоизвлечение дикая фантазия абсолютная свобода в композит композиции исполнение в построении пьес этих музыкальных но при этом они такие мелодичные такие легкие для восприятия опять таки такие музыкальные так легко запоминаются так легко насвистываются потом так такой вот джаз а это джаз тире джаз рок когда я был юн мне было лет 17 18 наверно у меня оказалась эта пластинка каким-то образом новые пластинки у нас в нашем кругу меломанском купчинском появлялись и мы с андреем свином по новым заслушивались это этим альбомом просто до ума поворачения school days сама пьеса school days первое которое первое которое открывает пластинку 2 которая открывает пластинку не первая пьеса school days 7 почти 8 минут эта штука такая уже которая что которая стала стандартом в принципе штука которую кларк играл миллион раз на всяких концертах которую играла группа return to forever уже на концертах более позднего периода же это просто классика того что называется джаз рок что такое джаз рок джаз рок это выпрямлен выпрямленный джаз широк это все-таки музыка линейная и в смысле ритмическом она конечно гораздо проще джаза я уже писал да это не моя фраза те кто не умеет играть джаз и выйду и идут в рок-группы не унижая рок-группы никоим образом я люблю очень рок очень сильно да и это очень хорошая кайфовая музыка но эта музыка такая в общем достаточно прямая как ни крути с какой стороны как ее не поверни куда ее так сказать не поставь она прямая в отличие от джаза который весь на нюансах весь дышит внутри не то что каждого такта а каждая нота дышит пульсирует они вяжутся друг с другом гармонируют или диссонируют и и и все вот это это так такое живое существо которое все время шевелится это может быть неприятная ассоциации какие-то но это джаз рок нет рок это такая прямая штука и вот когда джазовые музыканты начинают играть в роке в прямой такой форме это не значит что играют примитивно все нет это с тем же джазовым мастерством с обилием своих техник своих находок своих приемов с с теми возможностями которые дала им джазовая школа они идут в эту прямую линию получается джаз рок получать такая убойная штука как school days например там вот этот басовый риф на котором лежит вся пьеса тут тут критики писали что это когда сочинялся кларк эту штуку он хотел пока ну школьные школьные деньки до деньги обучения хотел показать юношу или мальчика который просто бьет по фортепиано а бы как и получается получается такая связка аккордов но связка получилась очень гармоническое гармоничная музыкальная и вот на этом рифе на этой фразе тут 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 вот эти восемь минут настолько пролетают быстро с таким напором с такой скоростью с такой бешеной энергии играет стали кларк ну и гитарист конечно здесь этот самый реймонд реймонд гомес с диким соло который врубается там через несколько тактов которые задает сначала стэнли кларк врубается уже гитара с невероятным соло и так все это раскачивается потом динамика снижается начинать лирическая часть где играет стэнли кларк уже соло лирическая которая вырастает 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 и расцветает адским каким-то таким хочется сказать уроком но это не рок это это больше чем рок это бешеная бешеный праздник музыки при этом простой и понятный для слушателя для исполнителя нет в общем это это невероятная пьеса сама school days просто наберите где-нибудь в ютюбе там или где-то еще она настолько показательная настолько интересная quite of the nun следующий номер спел похоже ползучая такая музыкальная фраза сыгранная на минимуме ну и на бас-гитаре ударных естественно и еще органчики одному и гитаре и вот эта ползучая такая волнообразная история очень красивая очень мелодичная очень музыкально и все время в драйве все время все время все время тащит все время в груве в драйве в качалке как угодно можно называть не ни одной мин не секунды просто вот какого-то такого расслабована все время движение вперед правда здесь она такое плавное но постоянное очень интересно the dancer 3 пьеса стив гад играет на барабанах и все мне кажется что огромное количество перкуссии здесь хотя вроде бы ее как и нет но гад играет такое заполнение на ударных карибские немножко немножко карибские такие фразы ритмические и столько через том и через малые через том и том и том и том и том и столько просто так заполняет стив гад всю эту пьесу the dancer что кажется не остается местными для чего другого но остается потому что чудесные звуки синтезаторные опять-таки мини мук соло стэнли кларка на пикало бас здесь бас пикало маленький такой да вот помимо большого вас поймем контрабаса и очень весело вот этот самый dancer the dancer танцор не то чтобы даже веселый он праздничный праздничный мелодичный невероятно и появляются струнные наконец-то здесь на этом альбоме оркестр из 14 человек 10 человек струнная группа и если я до 10 человек струнная группа и нет больше 14 здесь мне не сосчитать но тут приличная и духовая группа тоже такая около десяти я так думаю что 24 не знаю надо сосчитать все фамилии ну большой оркестр и вот он снизу выплывает струнными здесь и невероятно интересно и конечно desert song первая песня на второй стороне песня первая пьеса на второй стороне джон маклафлин и стэнли кларк кларк играет на контрабасе с мячком сначала маклафлин на акустической гитаре и такой красоты музыка рабинович спел я послушал на не нравится мне ваш мусоргский desert song просто если school days это дикий драйв бешеный то desert song это настолько чистая невероятная кристальная красота маклафлин на акустической акустической гитаре и кларк на контрабасе со смычком без смычка с диким соло скоростным это что-то это фантастика ну и hot fun следующий номер бешеный дикий фанк life is just a game последняя пьеса с огромным оркестром и с джорджем дюком на синтезаторах праздник жизни стэнли кларк school days очень всем рекомендую это прекрасный альбом а я пошел пить пока